Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы с вами начинаем наш следующий очередной вебинар из серии вебинаров, посвященных инклюзивному образованию, который посвящен технологиям формирования инклюзивной культуры в образовательной организации. Прежде чем мы начнем семинар, у меня к вам просьба в чате напишите, пожалуйста, какая территория, и если на вашем одном подключении несколько человек, пожалуйста, напишите там все фамилии. Слышно меня? Слышно? Спасибо. Давайте тогда сделаем эту задачу. Это важно в том числе для того, чтобы вам потом оформить документы. Поэтому, пожалуйста, сделайте это все сейчас и приступим. Полминутки. Напишите, пожалуйста, фамилии. То есть те, кто под своим именем, фамилией зашли в систему, укажите просто территорию. Те, у кого несколько человек на одном подключении, напишите, пожалуйста, всех, кто у вас там слушает. Хорошо? Так, спасибо. Ждем это, так сказать, что это может быть сделать в процессе. Наш сегодняшний вебинар посвящен созданию инклюзивной культуры. Вообще, когда мы говорим о культуре, мы имеем в виду два аспекта культуры. Есть духовная культура, есть материальная культура. И поэтому, когда мы будем говорить о создании инклюзивной культуры в образовательной организации, мы будем подразумевать на самом деле два аспекта. Материально-технический аспект и психолого-педагогический аспект. Организационный аспект. То есть вот несколько аспектов, о которых мы будем говорить сегодня. О технологиях, об аспектах, о том, где, как, ну вообще, в каком месте мы должны приложить свои усилия. И с вашего позволения начнем мы как раз с материальной культуры образовательной организации. Что имеется в виду под материальной культурой в данном случае? Это архитектурная доступность, естественно, образовательной организации. И это наличие специальных средств обучения или специальных приспособлений, при помощи которых можно осуществлять психолого-педагогическую коррекцию для таких детей, которая рекомендована, скажем, в заключении ПМПК. Речь идет о том, почему я говорю о том, что материальная культура – это очень важная составляющая инклюзивной культуры. Потому что с точки зрения барьера, то есть барьерности среды, не безбарьерности, а барьерности среды, она является мощным психотравмирующим фактором для людей с ограниченными возможностями здоровья. Соответственно, для детей и родителей этих детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью. Поэтому очень важная часть инклюзивной культуры и психолого-педагогического сопровождения, естественно, это создание вот этой самой безбарьерной среды и наличие тех самых средств обучения и специального оборудования, которые, скажем так, позволяют обойти, позволяют компенсировать особые образовательные потребности ребенка. Поэтому я передаю слово коллеге, доклад, который будет касаться использования специального оборудования в процессе обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Представьтесь, пожалуйста, вам слово. День добрый, коллеги, позвольте представиться. Зовут меня Лапышева Нина Юрьевна. Работаю я педагогом-психологом в городе Киберова для детей с нарушениями слуха. Сегодня мы поговорим с вами об использовании специального оборудования в процессе обучения и развития детей с УЗЗ. Как вы знаете, коллеги, с 2011 года Кемеровская область принимает достаточно активное участие в государственной программе «Доступная среда». В течение последних лет с 2011 года по 2017 год в области было произведено оснащение и комплектование специальным оборудованием более 135 школ в 44 муниципалитетах. То есть путем несложного математического вычитания, расчета, можно посчитать, что практически каждая третья школа была оснащена специальным оборудованием. Под оборудованием, коллеги, понимается специальное учебное, компьютерное, реабилитационное оборудование для организации коррекционной работы и обучения детей с УЗЗ, поступившие в образовательное учреждение. В рамках реализации в Кемеровской области мероприятий государственная программа «Доступная среда» Российской Федерации. Использование данного оборудования является одним из основных средств создания необходимых условий для получения качественного образования лицами УЗЗ для коррекции и нарушения развития, реабилитации, абилитации и социальной адаптации, оказания психолого-педагогической помощи. Несмотря на то, что использование оборудования, поставленного в образовательной организации в рамках реализации программы «Доступная среда», имеет целевую группу, то есть это дети-инвалиды и дети с УЗЗ, однако данное оборудование имеет очень широкий спектр применения. Данное оборудование может быть использовано не только в работе с детьми-инвалидами, детьми УЗЗ, оно также может активно использоваться в работе с детьми других категорий. Это дети, которые испытывают трудности в обучении, то есть те дети, которые в процессе анамнеза перенесли перинатальное поражение центральной системы, гипоксическая ишемическая энцефалопатия, то есть дети, у которых стоит диагноз ММД, диагноз легкая степень задержки психического развития. Также данное оборудование можно использовать в работе с детьми с нарушениями форм поведения органического генеза. Это дети с гиперактивностью, дети с синдромом дефицита внимания. Также это оборудование можно широко использовать в работе с детьми с детьми, с нарушениями развития речи, с детьми-носителями негативных психических состояний, то есть утомляемость, напряженность, тревожность, фрустация. Данное оборудование также широко можно использовать в целях реабилитационно-оздоровительной работы с детьми с нарушениями осанки, часто болеющими детьми, а также детьми, которые проходят курс реабилитации после тяжелых травм либо длительных заболеваний. Администрации и педагоги образовательных школ, принимая детей с особыми образовательными потребностями, независимо от их интеллектуального развития, обязаны создать им необходимые условия, ориентированные на потребности этих детей, и организовать работу по основным направлениям. Это образовательное направление, психолого-педагогическое, коррекционно-развивающее и, конечно же, оздоровительное. Полученное оборудование позволяет создать комфортную и безопасную среду для детей с УВЗ. Но многие устройства в поставках оборудования уникальны и помогают в учебе, в работе, развивают способности и навыки, способствуют организации досуга. Цель использования данного оборудования – это, прежде всего, создание условий для детей с УВЗ, способствующих успешной коррекции недостатков в физическом или психическом развитии, оказания психолого-педагогической помощи детям в качественном освоении образовательной программы реабилитации, абилитации и социализации детей с УВЗ. Из поставленной цели, соответственно, вытекают следующие основные задачи использования полученного оборудования. Основной задачей, прежде всего, является достижение планируемых результатов, качественного освоения образовательной программы. Помимо этого, мы обязательно отслеживаем достижение планируемых результатов психофизиологического развития ребенка, формирование у него жизненных компетенций, социально-бытовых навыков и так далее. Вторая основная задача – это внедрение современных научно-обоснованных инновационных методик, коррекционных технологий, адекватных образовательным потребностям детей с УВЗ. И третья основная задача – это целенаправленное развитие когнитивных процессов, речи, сенсомоторных, коммуникативных способностей и социально-бытовых навыков самообслуживания детей с УВЗ. Как любая программа, программа «Доступная среда» имеет, конечно, предположительно ожидаемые результаты. Ожидаемые результаты реализации программы «Доступная среда» в образовательных учреждениях – это прежде всего создание комфортной образовательной среды для детей с разными стартовыми возможностями, способствующей повышению, прежде всего, качества образования, реабилитационного потенциала и успешной социализации детей с УВЗ. Наши образовательные учреждения, так же, как и все остальные, в рамках реализации программы «Доступная среда» получило комплект оборудования. Специалистами нашей школы была проведена уникальная работа, которая заключалась в том, что нами была собрана информация, о всех поставках оборудования в Кемеровской области, был проведен анализ и систематизация той информации, которая была получена. Проделанная работа позволила нам составить классификацию видов оборудования. Представленные классификации, нужно отметить, что носят достаточно относительный характер. Но, тем не менее, данная классификация дает возможность систематизировать тот объем оборудования, который был поставлен в область. На данной табличке вы видите представленные виды оборудования в рамках реализации программы «Доступная среда». Это, прежде всего, оборудование аппаратно-технического комплекса. Оборудование узкоспециального направления, реабилитационно-оздоровительное оборудование. Коррекционно-развивающее оборудование мы подразделили еще на три основных блока. Это сенсорное, релаксационное и логопедическое. Ну и в последнюю колонку вошло все остальное оборудование, которое не вошло в один из блоков. Также, коллеги, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что, несмотря на то, что данное оборудование рассчитано на работу, прежде всего с детьми, учитывая уникальность и широкий спектр оборудования, следует отметить, что данное оборудование может достаточно эффективно использоваться в реабилитации взрослых людей с нарушениями здоровья, также для взрослых людей, перенесших какие-то тяжелые заболевания, то есть восстановление после инсульта и так далее. То есть спектр применения данного оборудования достаточно широк. Обязательные условия использования оборудования, которые следует соблюдать, это прежде всего организация нормативно-правового обеспечения. То обеспечение, которое будет регламентировать работу с оборудованием. То есть это какие-то локальные акты в образовательном учреждении и так далее. Второе обязательное условие – это организация системного подхода к анализу диагностики, динамике обучения, коррекции и развития детей с ОВЗ. Коллеги должны поделиться с вами тем, что проводя опрос анкетирования коллег, которые получили оборудование, работа очень часто носит бессистемный, эпизодический, хаотический характер. И поэтому при такой организации очень сложно говорить об эффективности работы и об эффективности использования данного оборудования. Также, коллеги, хотелось бы обратить ваше внимание на третье обязательное условие использования оборудования. Это обеспечение всестороннего подхода специалистов различного профиля, их взаимодействие и согласованность в решении проблем детей с ОВЗ. То есть здесь нужно понимать, должна быть комплексная, согласованная работа всех специалистов образовательного учреждения по сопровождению ребенка ОВЗ. Также, коллеги, хотелось бы обратить ваше внимание о необходимости создания вариативных условий для получения образования психолого-педагогического сопровождения. Также вариативность оказания помощи детям, имеющим различные недостатки физического и психического развития. Почему? Потому что не для всех детей одинаково приемлемы те формы, которые традиционно предлагаются. Поэтому специалисты, работая с оборудованием, должны учитывать возможности вариативности. То есть, если неприемлема одна форма работы, то возможность предоставления других форм работы. Обязательным условием также считается, коллеги, хотелось бы здесь обратить ваше внимание, особенно это наличие рабочих программ. Рабочие программы, которые являются составной частью общей коррекционной программы школы, коррекционная программа является, опять же, составляющей частью любой адаптированной программы. То есть, наличие рабочих программ как раз позволяет привести всю работу в системность, в последовательность и позволяет отследить эффективность развития ребенка, а также отследить эффективность использования полученного оборудования. Соответственно, следующим условием использования оборудования это является использование этого оборудования с максимальной пользой в интересах детей с УВЗ. Следующим условием является создание и соблюдение инструкции по эксплуатации, хранению оборудования и технической безопасности. К каждому оборудованию прилагается паспорт технический, условия эксплуатации, которые, собственно говоря, нельзя нарушать. И все требования техники безопасности необходимо соблюдать не только при использовании, но и при хранении, монтаже и так далее. Следующее условие – это высокая заинтересованность специалистов образовательной организации. К сожалению, коллега должна сказать о том, что в процессе общения с коллегами была выявлена такая тенденция, что коллеги проявляют не слишком высокую заинтересованность в использовании данного оборудования, как правило, ссылаясь на то, что нет детей-инвалидов, и, соответственно, использовать оборудование ни к чему. На самом деле это не так, поэтому высокая заинтересованность специалистов – это одно из основных условий реализации программы «Доступная среда». И также хотелось бы отметить высокую компетентность педагогических работников, которые работают с данным оборудованием. Использование данного оборудования является одним из основных средств, обеспечивающих достижение качественных образовательных результатов. То есть мы говорим о том, что основная задача – это прежде всего все-таки получение качественного образования детьми. passageway. Хотелось бы обратить ваше внимание, еще коллеги, на то, что мы говорим об использовании оборудования. Очень часто коллеги ссылаются на то, что в школе отсутствуют специалисты, которые могут работать на оборудовании. Спектр использования данного оборудования достаточно широк, и, соответственно, специалисты, которые могут использовать данное оборудование в своей работе, достаточно той же спектр будет широким. Почему? Данное оборудование в работе могут использовать учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-дефектологи, логопеды. Также могут использовать воспитатели группы продленного дня, учителя физкультуры, учителя-инструкторы по лечебной физической культуре. Поэтому сам список специалистов достаточно широкий. И это не основание для того, чтобы не использовать оборудование, что у вас в коллективе нет человека, который имеет какое-то определенное образование. Использование данного оборудования дает огромные возможности специалистам образовательной организации и позволяет значительно расширить образовательную деятельность, проводя диагностические мероприятия. То есть при использовании данного оборудования можно проводить диагностические мероприятия, учебные занятия, индивидуальные групповые коррекционно-развивающие занятия, психологические тренинги, реабилитационно-оздоровительные занятия по адаптивной физкультуре и лечебной физкультуре, занятия по арт-терапии, занятия по мышечковой стимуляции, нейродинамическую гимнастику, нейропсихологическую коррекцию, занятия по психолого-сенсорно-моторному развитию детей и так далее. То есть спектр становится достаточно широкий. На данный момент существует огромное количество новых инновационных методик коррекционной развивающей работы. И данное оборудование как раз и позволяет расширить рамки использования данного оборудования. Хотелось бы обратить внимание, целевые группы, для которых предназначено использование данного оборудования. Прежде всего, это, конечно, дети дошкольного и младше школьного возраста, возрастная категория. Также дети с УВЗ всех возрастов. Ну и я обращала ваше внимание, что данное оборудование также может использоваться для взрослых людей, которые имеют нарушение здоровья. Критерии использования оборудования. Прежде всего, оборудование должно быть установлено. Установлено и передано в активное использование участникам образовательного процесса. Также должны быть определены обязательно ответственные лица за эксплуатацию данного оборудования. Следующим условием является анализ обучающихся в школе, анализ состояния здоровья и формирование списков учащихся для посещения коррекционно развивающих занятий. Соответственно, должно быть составлено расписание, которое также вам позволит более эффективно и систематически использовать полученное оборудование. Помимо всего прочего, коллеги, при обеспечении оборудованием необходимых кабинетов следует предусмотреть, что в свободное время по предварительной записи данные мероприятия могут посещать также дети без нарушений здоровья, которые не имеют статуса ребенка ОВЗ, либо статуса ребенка-инвалида. И прежде всего, конечно, хотелось бы обратить ваше внимание, разработать определенные критерии оценки эффективности. То есть это мониторинговые исследования развития детей, которые могут подтвердить эффективность использования оборудования. Да, мониторинговые исследования проводились раньше, это традиционная форма, мониторинговые исследования развития детей. Но с получением оборудования, я говорю, что возможности специалистов любой образовательной организации значительно увеличились, соответственно, мы должны и ожидать больший эффект от проведения коррекционных развивающих мероприятий. Соответственно, с целью подтверждения необходимо создать мониторинговые исследования, которые вам позволят оценить академические достижения детей, которые позволят вам определить психофизиологический уровень детей, которые позволят вам определить жизненный потенциал ребенка УВЗ и так далее. То есть данные мониторинговые исследования позволят вам получить более развернутую информацию. Также хотелось бы, коллеги, обратить ваше внимание. В любом образовательном учреждении должна быть все-таки создана экспертная комиссия по оценке использования эффективности оборудования. Почему? Потому что мнение одного человека – это частное мнение. Когда работает экспертная комиссия, это уже коллегиальное заключение, которое позволяет дать более объективную оценку использования полученного оборудования. Критерии оценки использования оборудования, коллеги, оно может носить, то есть я как бы привела как пример, оно может носить достаточно вариативный характер. Во многом критерии будут зависеть, критерии этапы реализации, будут зависеть, наверное, все-таки от нозологии, с которой обучается ребенок, будут зависеть от форм организации обучения, сопровождения данного ребенка. Поэтому данная информация тоже достаточно такого условного характера. Каждая организация по каждой индивидуальной ситуации будут составляться свои критерии оценки. Также, коллеги, мне хотелось бы обратить ваше внимание на риски и типовые ошибки, которые затрудняют эффективно использовать полученное оборудование. Первый фактор риска, опять же, данная информация была получена в процессе общения с коллегами, которые получили данное оборудование в процессе проведения анкетирования и отзывов коллег по обучению использования данного оборудования. Первый фактор риска, прежде всего, это неиспользование, либо частичное, неполное использование полученного оборудования. Основная проблема, почему оборудование не используется, по мнению наших коллег, это прежде всего отсутствие в школе детей инвалидов. Коллеги, хотелось бы обратить ваше внимание, может быть, на данный момент в вашей школе и не обучаются дети инвалидов, которые имеют официально подтвержденный статус ребенка инвалида, но наверняка у вас найдутся дети, которые имеют определенные ограниченные возможности здоровья. Если даже нет подтвержденных данных статуса ребенка ОВЗ из ПМФК, то присмотритесь, то вполне возможно найдутся те категории детей, которые были мной перечислены. То есть это дети с нарушением осанки, дети с нарушением развития речи, дети с нарушением эмоционально-волевой сферы, дети с проблемами в поведении и так далее. Поэтому данное оборудование имеет, я еще раз обращаю ваше внимание, достаточно широкий спектр использования и отсутствие детей инвалидов на данный момент, это не показатель того, что оборудование не должно быть использованным. Второй фактор риска – это отсутствие специалистов. Об этом я тоже немного уже останавливалась, говорила, коллеги, нет специально подготовленных специалистов ни в одном образовательном учреждении. Это все зависит, наверное, все-таки от активности и заинтересованности самих педагогов. То есть я точно так же, как и вы, получила данное оборудование путем самообразования, постигала возможности в реализации данного оборудования. Поэтому все-таки, наверное, прежде всего заинтересованность специалистов образовательной организации, это вот как раз и есть тот фактор, который вам позволит использовать данное оборудование достаточно эффективно. Третий фактор риска – это низкая грамотность педагогов, отсутствие методических материалов. Низкая грамотность педагогов, прежде всего, коллеги, мне хотелось бы обратить внимание, низкая грамотность не по поводу педагогической компетентности, а именно низкая грамотность по владению методикой, методологией использования данного оборудования. То есть необходимо все равно получить какой-то определенный базовый компонент по размещению данного оборудования, по монтажу, по использованию, по соблюдению техники безопасности, по особенностям хранения, по соблюдению норм санитарно-гигиенических и так далее. То есть в любом случае вот этот компонент специалисту, работающему с оборудованием, предстоит все-таки повысить. Следующим фактором риска – это отсутствие рабочих программ, коррекционных программ в целом. Коллеги, я говорила уже о том, что если в вашем образовательном учреждении не составлены рабочие программы, это не позволяет вам системно, эффективно использовать полученное оборудование. Общаясь с коллегами, опять же, была получена информация о том, что эпизодически когда-то учитель-предметник использует, когда-то использует учитель-дефектолог. То есть работа носит такой хаотический характер, характер броуновского движения. Поэтому как раз вот наличие рабочих программ и позволит вам целенаправленно, эффективно использовать полученное оборудование. Шестой фактор риска – это нарушение методологических рекомендаций при размещении, монтаже и использовании оборудования. Коллеги, когда мы общались, то есть происходили иногда даже казусные ситуации. То есть, допустим, лабиринт, рисуем ногами, был расположен приблизительно где-то метра полтора от пола. То есть это чисто технически, ребенок просто не сможет рисовать ногами. Поэтому вот таких вот было достаточно много нюансов. Или, например, сенсорная комната, релаксационная комната размещалась рядом с вестибюлем в школе. То есть та атмосфера, которая происходит в вестибюле, она не позволяет полноценно расслабиться. И седьмой фактор – это неприятие инновационных форм организации образовательного процесса самими специалистами образовательного учреждения. Почему? Потому что существуют традиционные формы. Поэтому очень тяжело отказываться от традиционных форм. То есть освоение новых, инновационных форм коррекционной работы требует определенных усилий от коллег. И поэтому проще отказываться коллеге. Наверное, это неправильное решение. Потому что данное оборудование, как раз я говорю, что оно позволяет достаточно широко раздвигать рамки коррекционной работы и тем самым повышать потенциал качества получения образования детьми и повышать сам потенциал реабилитационных возможностей ребенка. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Продолжаем нашу работу. Я сейчас, с вашего позволения, не уходите, пожалуйста, далеко. Я вам задам свои вопросы. А вы, пожалуйста, коллеги, если у вас есть вопросы прямо сейчас, может быть, кто-то писал в чате, но, так сказать, мы не уследили. Поэтому, если сейчас есть вопросы, пишите их в чате. Я бы хотела прокомментировать немножко и задать те вопросы, которые есть у меня, коллеги. И, соответственно, потом передать слово. Значит, первый вопрос. Кто может использовать оборудование, но не с точки зрения... Сядьте, пожалуйста, сюда, чтобы у вас тоже было видно. А то как-то так. Может, лучше меня посмеведовать. Вот. Мы тут все. Значит, смотрите. Кто может использовать оборудование, да, что нужно человеку, кроме... Нужна бумажка какая-то, нужен какой-то сертификат, о том, что он умеет это делать. Как, вот что нужно для этого. Что требует, что требует Кузыбособрнадзор, в частности, по этому вопросу. Если есть такой ответ, вот это важно, потому что мало того, что мы с вами научились, да, ну, разобрались сами, но я, например, боюсь техники, честно. Мне нужно научить, мне нужно 30 раз показать, прежде чем я точно буду этим пользоваться. Я думаю, что часть учителей тормозится в том числе в связи с этим. Вот что мы можем предложить педагогам, чтобы они могли более эффективно, ну, более часто, будем так говорить, этим пользоваться. Все дело в том, что использование данного оборудования, как раз я говорила, что должно входить в коррекционную программу в любой адаптированной программе. Соответственно, дополнительных каких-то сертификатов, еще что-то, не требуется. Достаточно нормативно-правового обеспечения внутри образовательной организации. То есть это те локальные акты, которые как раз и регламентируют использование данного оборудования. Что касается техники, я должна сказать, аппаратно-техническое обеспечение там было не так много. В основном это компьютеры. Все остальное – это оборудование, которое доступно для использования любым педагогам. Понятно. Спасибо большое. Значит, смотрите, тут что, ну, скажем так, что мы можем добавить к этому, да? На наших курсах повышение квалификации, которые очно идут в Кемерово, есть отдельный модуль по использованию специального оборудования и по архитектурной доступности, который как раз ведут коллеги из ранее, сейчас как называется, не Центр дистанционного образования Кемеровской области, а Центр образования Кемеровской области, по-моему, так, да? Вот, коллеги, которые работают там, и которые, значит, готовы с нами поделиться опытом в том числе. Да, коллеги, бога ради, приглашаю. Готовы поделиться с вами опытом, потому что нами, я говорила, была проведена уникальная работа. То есть мы систематизировали все сведения, которые были получены об оборудовании, которое было поставлено в Кемеровскую область. Значит, нами были систематизированы все эти сведения, мы сделали классификацию. Более того, по каждому направлению использования оборудования нами были составлены методологические основы, то есть цели, задачи использования данного оборудования, основные принципы, определены категории детей, более того... Методические руководства, по сути. Методические руководства, более того, мы готовы с вами поделиться определенными комплексами игр, упражнений и так далее по использованию данного оборудования. Абсолютно всего оборудования, которое поступило в Кемеровскую область, даже то оборудование, которого у нас нет. Понятно, спасибо большое. И вот иметь в виду, что как минимум в рамках программы по подготовке, повышению готовности педагогов, профессиональной компетентности педагогов по реализации инклюзивного образования есть этот блок, он занимает 16 часов, и он проходит не на базе Крюбки ПРО, а на базе Центра образования Кемеровской области. И по программе организации инклюзивного образования, когда это в двойственном режиме в Кемерово, потому что мы не можем пока еще дистанционно перенести Центр образования Кемеровской области туда, куда нужно было бы его перенести, в ту территорию, которая хотела бы это освоить. Поэтому нужно либо к ним напрямую, либо к нам, а мы к ним. Соответственно, часть этой программы реализуется в соответственном сотрудничестве с Центром образования Кемеровской области. Это первый вопрос, который у меня был. Что делать? Я думаю, что те, кто слушали сейчас, задавали себе этот вопрос. У меня как бы есть версия ответа, но вопрос, может быть, у вас будет еще версия. Как могут другие школы, которые по соседству находятся, у которых нет специального оборудования, у которых есть дети с ОВЗ и инвалидностью, как они могут использовать ресурсы тех школ, у которых это оборудование есть? Все дело в том, что, коллеги, действительно одно из условий реализации использования данного оборудования гласит о создании межведомственного взаимодействия. То есть, к примеру, если на вашей территории вы получили оборудование, образовательная школа, а рядом с вами находится детский сад или другая школа, то, соответственно, вы можете заключить договор о взаимодействии. Допустим, вы предоставляете свое оборудование, да, и специалист из соседнего образовательного учреждения приходит и проводит данную работу на вашей площадке. В чем ваша заинтересованность? Это, прежде всего, коллеги, повышение эффективности использования данного оборудования. Коллеги, мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что основным заказчиком, координатором программы «Доступная среда» выступает Министерство труда. Но Министерство образования является активным участником реализации данной программы. И поэтому финансирование проходило при совместном участии, то есть федерального бюджета и регионального, соответственно, государственной деньги. Контроль за реализацией использования данного оборудования, я думаю, достаточно будет широким. Поэтому к этому нужно относиться очень серьезно и ответственно. По локальным актам. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то форма или она произвольная для того, чтобы родители согласились на использование оборудования? Или это не требуется, или достаточно им подписать адаптированную образовательную программу? Ну и речь, если идет о детях, нужно сказать, нелегального ОВЗ, которых нет ограниченных возможностей по бумагам, но по факту они, скажем, есть. Или те категории, которые были перечислены. Вот согласие нужно родителей. Как вот это оформляете, скажите, пожалуйста? Все дело в том, что я думаю, что достаточно согласия. То есть, например, я заключаю согласие с родителями на работу с педагогом-психологом. Плюс родители пишут заявление. То есть, когда я комплектую группы, допустим, группы нейропсихологической коррекции, родители пишут заявление, прошу зачислить моего ребенка в данную группу. Соответственно, то есть, я думаю, что вот этого заявления будет достаточно, и плюс согласие родителей. Но если вдруг вы переживаете по этому поводу, ну, напишите дополнительную бумагу о согласии родителям для использования оборудования в рамках там коррекционного процесса, если это дети с ОВЗ инвалидностью, в принципе. Либо пишите каждый раз на каждый вид коррекции. Это вы решаете сами в своей образовательной организации. Простите, можно добавлю? Еще, коллеги, небольшой совет. Если у вас в школе систематически грамотно организованно работает школьный ПМПК, то достаточно будет договоров взаимодействия родителей и специалистов школьного ПМПК. То есть, этот договор может как раз урегулировать ваши взаимоотношения в рамках реализации коррекционных программ. А если у ребенка есть статус ОВЗ, то это сразу все можно заложить в использовании всего этого оборудования, в адаптированную образовательную программу, как в специальные условия ее реализации. Если ее родитель подписался, он подписал все сразу. А вот и еще один компонент по поводу нет детей с ОВЗ инвалидности. С одной стороны, да, я не приду. А с другой стороны, коллеги, не может такого быть. Можно ли, честно? Так. Не бывает. Другой вопрос, что по каким-то причинам родители не пошли на ПМПК, не пошли за инвалидностью, особенно третьей группы, особенно девочки. Поэтому, скорее всего, эти дети есть. Поэтому будьте очень внимательны именно на этапе выявления запроса и потребности в том, чтобы тех детей, которым было бы целесообразно и показано использование данного оборудования, помимо тех, кто по закону у нас инвалид, и по медицинским бумагам, и по бумагам Министерства образования, у нас он ОВЗ и ПМПК. Вот, собственно говоря, примерно так. Можно я немножечко добавлю по поводу статуса ОВЗ? Статус ОВЗ ребенку выставляется на основании медицинских документов. Но если специалисты образовательного учреждения видят, оценивая состояние здоровья ребенка, что ребенок нуждается в подтверждении этого статуса, то образовательная организация может выступить инициатором обращения. Прежде всего, да, совет родителям обратиться в нужные инстанции для получения подтверждения статуса ребенка ОВЗ, рекомендовав пройти переосвидетельствование в ПМПК. Мы знаем общую проблему, пока это как раз к вопросу об инклюзивной культуре, это будет чуть-чуть дальше. Но раз уж так уже всплыло это все, да, то тогда мы говорим, простите, вот тут, да, говорим о том, что инклюзивная культура родителей детей с ОВЗ, это тоже часть инклюзивной культуры, а вот их готовность идти обращаться, скажем, на ПМПК в комиссию, если есть такая рекомендация со стороны школы, это тоже часть инклюзивной культуры. То есть вот очень широкий наш с вами сегодня разговор на самом деле. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Нина Юрьевна, огромное вам спасибо. Мы надеемся вас еще позвать. Сейчас следующий человек, который выступает, Градус Юрьевна Александровна, я буду после. Прошу писать вопросы, коллеги. Пишите их в чат. Добрый день, дорогие друзья. Мы как раз с вами начнем говорить о той составляющей, как Лада Анатольевна назвала, духовной составляющей инклюзивной культуры. И поговорим о технологиях формирования инклюзивной культуры. О чем сначала хочется сказать, что школа, которая выбрала для себя путь реализации инклюзивного процесса, должна принять в свою общую школьную культуру соблюдение основных принципов инклюзивного образования. Естественно, мы и на своих семинарах достаточно часто говорили о них. Повторимся. Вот их восемь основных принципов. Заключаются они в том, что ценность каждого человека не зависит от его способностей и достижений. Каждый человек способен чувствовать и думать. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. Все люди нуждаются друг в друге. Подлинное образование может осуществляться, только в контексте реальных взаимоотношений. Все люди нуждаются в поддержке, дружбе. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. Соблюдая эти принципы, мы как раз и будем говорить о наличии либо отсутствии общей культуры инклюзивного образования. Естественно, мы говорим о том, что инклюзивное образование как большая часть нашего образования имеет свои технологии сопровождения, которые опираются на взаимодействие. Взаимодействие тех, кто в этот процесс весь включен у нас. То есть взаимодействие между субъектами. Кто же будет являться субъектами? Ну, опять же, для тех, кто всегда с нами на связи, всегда участвует в наших семинарах, опять же повторимся, да, что субъектами является не только сам ребенок УВЗ, но и его родители, администрация школы, педагогический коллектив, родители условно здоровых детей, естественно, сами дети классов, которые приходят, да, этот ребенок, класс или группы школы, группы дополнительного образования. Вот, то есть у нас достаточно много субъектов, да, кого мы сопровождаем, и о чьей культуре инклюзивного образования мы заботимся и создаем. В настоящее время складывается такая вот исследовательская модель инклюзивного образования, в которой определяется как такой триединие, да, вот, или такой равносторонний треугольник между созданием инклюзивной культуры, развитием инклюзивной политики и внедрением инклюзивной практики. И вот если в виде равностороннего треугольника, потому что это равнозначная, да, у нас составляющая, и представить, если это в виде равностороннего треугольника, то как раз в основе, да, будет создание инклюзивной культуры. То есть невозможно существование, и как, ну, не на что будет опираться нашей инклюзивной политики и инклюзивной практики, если не будет общей инклюзивной культуры, да, вот она будет лежать в основе, в основании вот этого вот треугольника нашего. По-разному трактуют понятие инклюзивная культура. Ну, как минимум, это либо особая философия, то есть это такое, ну, вот как раз, да, нечто эфемерное, да, обычно. О философии говорят о чем-то, что нельзя потрогать руками. Ну, вот, то есть это как особая философия, согласно которой ценности, знания об инклюзивном образовании и ответственность приняты и разделены между всеми участниками процесса, да, мы, как с вами говорили, о тех субъектах, которые нас участвуют в процессе инклюзивной. Второе представление как часть общей школьной культуры, то есть она направлена на обеспечение и поддержку ценностей инклюзии, высокий уровень, который способствует повышению эффективности процесса инклюзии в целом. Третье представление – это как уникальный микроклимат доверия. Естественно, этот микроклимат, если он создан, он способствует развитию взаимозависимых отношений, семьи, школы и позволяет, что самое основное, да, позволяет избежать конфликтных каких-то ситуаций, которые у нас могут быть связаны с ведением, да, инклюзии, и естественно, что не позволит нам в полной мере обеспечить безопасность наших субъектов образовательного, да, процесса. Еще одно из представлений – это, так, об атмосфере мы с вами сказали, инклюзивной атмосфере, фундаментальная основа для создания культуры инклюзивного общества. Ну, само слово фундаментальное, да, это нечто такое основательное, серьезное и говорит о том, что многообразие потребностей приветствуется, поддерживается, аккумулируется обществом, обеспечивая возможность достижения высоких результатов процесса, да. На сегодняшний день для понимания культуры одна из моделей выглядит как айсберг, да, в которой, ну, как мы еще из школьного курса все помним, на самом деле у айсберга видимая часть, она во много раз меньше то, что находится у нас под водой. И если представить вот эту модель айсберга для рассмотрения именно инклюзивной культуры школы, мы будем себе представлять, что вот эта вот надводная часть, да, она включает сюда организацию образовательного процесса, ну, то есть, так, в переносном смысле то, что мы можем увидеть, потрогать, измерить, попробовать изменить, да, какое-то усилие прилагая. Вот, значит, сюда будет включаться у нас организация образовательного пространства в соответствии с принципами доступности и безопасности. Это же надземная часть нашего, надводная часть, да, нашего айсберга. Это адаптивные образовательные программы, специальные методы обучения, воспитания, учебники, учебные пособия, дидактические материалы, технические средства. И, естественно, те специалисты, которые работают в данной сфере. Ну, как я уже сказала, да, раз она надводная часть, то, что видно, и то, что можно каким-то образом потрогать, изменить, воздействовать на это. Что же касается гораздо большей подводной части айсберга, сюда включаются ценностно-смысловые основы инклюзивной политики и практики, нормы отношений субъектов, стандартные процедуры, способы поведения. То есть это нечто такое, представление людей, да, об этом. Какие-то стереотипы, которые существуют в обществе, представление, правила, установки, да. То, что мы, с одной стороны, на что мы можем влиять, да, но это не всегда на поверхности, да, то есть пока, ну, условно говоря, не копнешь, пока вот уровень воды не снизится, да, или айсберг не начнет таять, ну, если уже полностью отдаваться вот этой модели айсберга, мы не увидим вот эту подводную часть. Говорить о том, что обучение может называться инклюзивным, лишь когда ребенок включен у нас в культуру образовательного учреждения. И можно говорить о трех видах культуры, включение в которое обязательно, да, для ребенка. То есть мы не можем говорить, что если какой-то вот один кусочек удовлетворен, или он включен во что-то вот одно, такого не может быть. То есть должна быть целостная картина, да, ну, как у нас треугольник, самая устойчивая фигура, так, и тут вот три вида культуры, включение в которые важны для ребенка. Ну, первая культура обучения, то есть овладение правилами поведения на уроках, овладение методами, овладение знаниями, вот в этом направлении, да. Вторая составляющая культура ухода, то есть это то, что подразумевает у нас овладение нормами поведения, нормами общения со взрослыми, принятие ролей, характерных для ребенка, там, в саду или в школе, да, в каком-то учреждении дополнительного образования. И третья культура сверстников, то есть владение, прошу прощения, то есть владение языком той группы детей, которая преобладает в данном детском коллективе. Наличие необходимой для общения со сверстником и свободы, автономности, представлений. То есть он, ребенок причастен, да, должен быть вот к этой культуре сверстников. Естественно, что самое, так скажем, основное, ради чего затевали, да, мы сегодняшний разговор, что же такое сделать, чтобы у нас инклюзивная практика была успешной. Естественно, что есть определенные методические приемы, с которыми мы работаем, да, включение вопросов понимания инвалидности в образовательные программы, использование положительных образов людей с инвалидностью. Ну, то есть, чтобы был пример того, что первое, да, знание таких людей, ведь то, что отсутствие информации, да, отсутствие опыта общения с людьми, чем-то отличающимися от условной нормы, оно всегда проблемное. Из-за чего? Из-за незнания, да, а что делать с этим? Или из-за определенного опасения, которое, опять же, от недостаточности информации, да, у нас возникает. Поэтому практически все, не практически, а все приемы методические, да, направлены на то, чтобы объяснить, дать информацию, да, о том, что же такое, чем же отличается этот человек, да. Естественно, мы будем выбирать эти методические приемы, исходя из особенностей возраста. Мы не можем воздействовать на, там, ребенка дошкольного возраста теми же методами, теми же усилиями, которыми, например, работаем с подростками, да, то есть каждый, у каждого возраста есть свой сензитивный, ну, то есть, вот точечка, да, на которую мы можем воздействовать. Ну, если начинать с дошкольного возраста, мы говорим о том, что это возраст наиболее оптимальный для формирования большинства личностных качеств, в основе которых, ну, которые закладывают толерантные отношения, да, терпимые отношения, понимающие отношения, чего бы то ни было, да, любого, да, различия между людьми. Вот, и, скажем, если ребенку, ну, помните, да, о том, что было заложено до трех лет, впоследствии только развивается у человека. И вот если в дошкольном, да, возрасте мы объясним ребенку, что вообще-то разные люди есть, и это не повод, там, смеяться, бояться или какие-то неадекватные реакции проявлять. Поэтому вот начинаем мы, естественно, с дошкольного возраста. На что могут быть направлены занятия с такими детьми? Конечно, мы объясняем, да, что бывает, какие бывают у людей возможности здоровья. Включаем доступные и понятные детям. Так, я параллельно тут читаю еще вопросы, которые возникают. Ага, да, Николай, спасибо за вопрос, сейчас немножко позже вернемся к нему. Значит, включают беседы о людях с ограниченными возможностями здоровья, элементы сказкотерапии. То есть понятно то, что детям в этом возрасте близко, понятно и приятно, да. Чтение, обсуждение литературных произведений, упражнения на формирование готовности к взаимопомощи и сочувствию, самоконтролю, саморегуляции, уверенности в себе. То есть мы тем самым развиваем больше самого, да, ребенка. А, соответственно, если он будет уверен в себе, если он будет знать свои возможности, способности, он и спокойнее будет относиться и будет больше готов помочь кому-то, кто от него отличается. Так, ну, движемся дальше по возрастам. Ребенок растет, младший школьный возраст сензитивен для развития когнитивных личностных характеристик. Тут уже мы будем в основу брать беседы, опять же, да, литературные произведения по возрасту, обсуждения уже тех фильмов, мультипликационных фильмов, какие есть у нас, да, по проблемам с людей с ограниченными возможностями. Тренинги, ну, занятия, да, тренинги, назовем это занятия с элементами арт-терапии, сказкотерапии. Сейчас достаточно много появилось и в сети интернет, таких основательных списков фильмов, которые рекомендованы к просмотру в рамках каких-то занятий, да, по развитию инклюзивной культуры. Значит, там и книги, и фильмы, мультипликационные фильмы. То есть на этом можно обратить внимание и найти это сейчас в сети интернет, да. Движемся дальше, к подростковому возрасту. Тут уже, естественно, всем специалистам понятно и, естественно, что потребность подросткового возраста в самопознании, в общении, ориентации на сверстников в основном. И им уже доступны такие приемы, как дискуссии, ролевые игры, квесты, да, новые, ну, относительно уже теперь новое название, но тем не менее мы используем то, что интересно детям в этом возрасте. Разбираем какие-то ситуации, назовем это квестами, да, и опять же, да, возвращаемся к тому, в чем они все время сидят. Я имею в виду видео, фильмы, кино, документальное различное кино, да, по данным вопросам, по данным проблемам. Юношеский период, когда человек уже готов что-то сделать сам, готов отвечать за свои поступки, готов к личному, профессиональному самоопределению, сформировано уже практически мировоззрение и жизненные планы, ну, хотелось бы, по крайней мере, чтобы оно было сформировано. И специалисты, например, советуют, с людьми такого возраста, такое направление, как притчи, работа с написанием эссе по каким-либо свободно выбранным вопросам, да, либо вопросам, так, с инициированным преподавателем или, там, учителем. Презентация, подготовка презентаций об успешных людях с ОВЗ, и такой вот метод работы, как календарь особых дат, да, вы помните, что у нас в календаре сейчас достаточно много дат, которые можно считать, ну, назовем это ОВЗшные, да, такие даты, это и сейчас найду с вами название, чтобы уже и не перепутать, да, ничего. Так, да, Всемирный день инвалидов, Всемирный день психического здоровья, Всемирный день человека с синдромом Дауна, ну, и так далее, и так далее. То есть тут вот, например, целый абзац, да, перечислений таких особых дат. Одной из форм работы с детьми разного возраста – это уже известный такой цикл уроков доброты, который был рекомендован у нас в Министерство образования, причем практически, не практически, а для всех возрастов, начиная с дошкольного и заканчивая людьми, обучающимися в ВУЗах, да, вот, какая цель этих уроков доброты – формирование позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями, объяснение, что инвалидность не может быть основанием для отторжения или исключения человека из зон общения, да, и основная какая задача, да, знакомит цикл уроков доброты, знакомит типично или условно здоровых детей, жизни людей с особыми образовательными потребностями. Если в начале, да, это были единичные такие мероприятия, которые были подготовлены к Дню инвалида, вот, сейчас это вылилось уже в выстроенную программу по работе с условно здоровыми детьми для того, чтобы, ну, то есть подойти, да, к инклюзивному образованию, для того, чтобы подготовить детей, класс к принятию ребенка с УВЗ в их коллектив. Программа, она, скажем так, больше направлена на развитие взаимодействия внутри коллектива, то есть насколько благополучен будет вот этот класс или группа во внутренних взаимоотношениях, настолько больше вероятно, что они этого нового ребенка, особенного, да, ребенка, они примут более благополучно, благоприятно, без каких-то конфликтных ситуаций, и что ребенку, этому новому ребенку будет в этом классе комфортно. И, скажем так, что такие уроки доброты, они полезны не только для, ну, или не только в ожидании детей с УВЗ, но и даже любого новичка, который в данном случае тоже у нас будет, условно говоря, да, чем-то ограничен, да, то есть он не будет еще знаком с этими детьми, он не будет включен, да, в коллектив. Вот для того, чтобы это включение прошло на более благоприятном уровне, мы вот можем проводить такой вот цикл уроков доброты. На сегодня у меня все, значит, по вопросам, я думаю, что Лада Анатольевна мне еще поможет, у нас тут появился вопрос, Лада Анатольевна, Анатольевна, да, сейчас я подвинусь, у нас будет видно все, у нас видно, хорошо, спасибо. Вот, от Нины Николаевны вопрос, проводятся ли научные исследования по инклюзивной культуре в образовательных организациях, какие научные школы этим занимаются? Ага, значит, хорошо, спасибо за вопрос, Нина Николаевна, ситуация с исследованиями следующие. На самом деле они начинают проводиться в Москве, которая имеет опыт, конечно, гораздо больше, чем мы по разным причинам, они начали раньше этот вопрос, эту тему развивачи инклюзивного образования. На самом деле исследования проводятся, но так, чтобы они были массовыми, и проводятся, но некие больше статистические, в лучшем случае социологические исследования. Исследования психологических, например, и социокультурных, которые как раз касаются инклюзивной культуры в том числе, они не так массово распространены. Я в моей презентации как раз собираюсь немножко про это поговорить, но слайд, который этому посвящен, я могу, конечно, его приместить теперь в самое начало, благодаря этому вопросу. Это в процессе развития. Это то, что нам с вами, коллеги, предстоит сделать. Это то, что мы будем делать сейчас. Потому что до того момента, пока в ГОС, в ООВЗ, например, не вступил в силу, по большей части говорить о массовом исследовании инклюзивной культуры, было просто просить и не о чем. То есть вот такой вопрос. Это с одной стороны. С другой мы проговорим про компоненты. И на самом деле готовность педагога, исследование, готовность педагога к реализации инклюзивного образования, вот эти вещи как раз проводятся. Вот это как раз есть статья Санкционова и Мельникова. Если забросить психологическую готовность к инклюзивному образованию, в поисковике еще забросить, то вы получите. Если будет необходимость, то я готова рассмотреть вопрос о том, чтобы нам к этой нашей с вами серии вебинаров, к этому вебинару прикрепить, я считаю, это не нарушает авторское право, прикрепить в эту статью или ссылку на эту статью в журнале «Аутизм и проблемы развития или психологическое наукообразование». Точно сейчас не вспомню. Но эта статья есть. Но это тоже, опять же, только первые попытки исследовать эту инклюзивную культуру. У нас была попытка исследовать инклюзивную культуру, которая касалась исследования готовности учащихся. И, если так честно, мы с Юлией Александровной проводили ее вместе, мы еще ее не довели до ума. То есть провести-то мы ее провели, но мы ее не обработали. Вот так вот. Если есть такой вопрос, то мы будем готовы активизироваться через несколько наших встреч. Тогда, когда мы будем готовы это доложить, мы вам это доложим, то, что у нас получилось конкретно. И покажем ту методику, которой мы это делали. Делалось это на основе проведенного тоже исследования, опять же, только на базе одной из школ. Все готовы разложить. Но только вот, если можно, в следующий раз приходите к нам еще. Хорошо. Значит, есть еще вопросы? Юлия Александровна, большое спасибо. Вы не уходите. Если коллеги тут у вас вдруг будут, если вот не будут сейчас вопросы, которые будут адресованы именно Юлию Александровне, если вот они будут всплывать там в чате, то, пожалуйста, только пишите, что вот это Юлия Александровна вопрос. Потому что она здесь, и она готова подойти и сразу же попытаться ответить на те вопросы, которые у вас есть. Итак, формирование инклюзивной культуры в образовательной организации. Давайте мы сейчас про это. Вот мой доклад об этом. Актуальность вопроса развития инклюзивной культуры образовательной организации естественно возникает прежде всего потому, что у нас появились дети, которых мы инклюзируем. Разницу между инклюзией и интеграцией мы обсуждали в прошлый раз. Но, в общем, говоря об инклюзивной культуре, я имею в виду именно инклюзивную культуру, а не просто вот ребенок с ОВЗ в школе, и вот он просто в школе. Это не есть инклюзия, мы про это говорили. И если мы не приспосабливаем ничего для этого ребенка, то это не есть инклюзия, это нечто другое. Но, тем не менее, и об этой культуре говорить тоже надо. Но мы сейчас с вами попробуем именно вот об инклюзивной, и в чем тут разница. Вот так как все школы так или иначе хотят они этого, или просто ставятся перед фактом, по законам образования все должны, если будет обращение. То есть, если родитель привел к вам ребенка с особенностями развития, с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья со справкой по МПК, значит, или даже без он их, но явным совершенно, что это есть, то, по сути, мы должны формировать то, что называют инклюзивную культуру. Правильно сказал Юлия Александровна, что начать с нуля, вот пришел ребенок, и мы сейчас сорванули это все делать, нереально. И та подготовительная работа с формированием инклюзивной культуры, сейчас буду мешать все слайды, так получится. Вот, формирование инклюзивной культуры имеет два этапа. Первый этап – это подготовительный, до того, как ребенок пришел. А второй этап, то есть первый этап вообще, второй подготовительный, как если ребенок придет, мы уже знаем, и третий – это в процессе, когда он пришел. То есть формирование инклюзивной культуры – это не есть то, что когда-либо может завершиться. Мы можем это начать, но завершить мы это никогда не завершим, поверите. Поэтому возникает вопрос тот, о котором, по сути, задала вопрос Нина Николаевна – это вопрос оценки. Более того, не просто оценки, а мониторинга развития инклюзивной культуры. Вот тот самый вопрос, о котором, собственно говоря, нам всем надо будет подключиться к тому, чтобы это решать. Опросник по готовности педагогов к реализации инклюзивного образования будет. И как только он появится на сайте института нашего, он у нас практически в завершающей стадии находится, по крайней мере для педагогов, мы тут же ссылочку на него вам в следующем, я надеюсь, может быть, или через один вебинар дадим, чтобы вы все дружно пришли и сказали, что вы об этом думаете. Для нас это важно. Итак, доступная среда и инклюзивная культура. Мы уже сказали, что материальная среда, доступность материальная – это важно. Мы поняли, что не все школы могут иметь это оборудование, но все школы могут на самом деле заключить договора межведомственного или сетевого взаимодействия с теми школами, в которых это есть, и, соответственно, наличие такого договора и наличие возможности ввести. Итак, инклюзивная культура включает. Следующее. При формировании инклюзивной культуры понимается постоянное построение такого школьного сообщества, в котором каждый чувствует, что ему в школе рады, что к нему относятся доброжелательные, когда каждый испытывает состояние психологического благополучия и комфорта в стенах школы, когда в школе создана во всех смыслах дружеская среда. То есть ученики и учителя относятся друг к другу с уважением, всех учеников одинаково ценят. От всех учеников школы ожидают высоких достижений, но в принципе высокого уровня учебной мотивации. Сотрудники школы, учителя и родители разделяют идеологию инклюзии, что вот это очень, это очень важный аспект. Учителя стремятся преодолеть барьеры на пути в учении полноценного участия всех учеников во всех аспектах школьной жизни. Итак, то есть мы остановились с вами о том, я надеюсь, вы еще меня тогда слышали, что речь идет о том, что мы должны, у нас несколько этапов. Есть инклюзивная культура образовательной организации, в которой, так сказать, еще ребенок в СОВЗ не пришел. То есть мы должны подготовить организацию, должны подготовить обучающихся. И то, о чем говорила Юлия Александровна, это как раз вот те технологии, которые необходимо использовать для того, чтобы эту инклюзивную культуру, так сказать, от предпосылки для этой инклюзивной культуры, мировоззренческой, если хотите, да, сформировать. Материальная база, да, тоже ее никто не отменял, памтусы и прочая архитектурная доступность, это тоже то, что мы можем сделать заранее, ну, по возможности, конечно, потому что есть универсальная доступная среда, которая, как бы, не всегда материально, финансово возможна сразу и целиком. То есть поэтому создание инклюзивной культуры, это будет достаточно длительный процесс. Поэтому, ну, я вам сразу скажу, что существует, по крайней мере, в Москве среди родителей детей с ограниченными возможностями, они своими усилиями создали такую систему, которая позволяет, которые они сами оценивают, и общество инвалидов тоже этим занимается, они сами оценивают доступность различных учреждений, организаций, в том числе образовательных, для различных категорий людей с ограниченными возможностями. Ну, давайте мы будем исходить из того, что мы, вот, как это сказать, скоро такую экспертизу тоже будем встречать, и общественную в том числе, да. Соответственно, ну, понимая, что нельзя все сделать сразу в одной части по нажатию кнопки, и мы и так делаем, мы понимаем, что мы делаем все, что можем, понимаем. Инклюзивная культура предполагает принятие всеми субъектами образовательного процесса и ценностей инклюзив. Поэтому первое, что мы будем оценивать, ну, второе, точнее, после или одновременно с материальной доступностью и материально-технической доступностью образовательной организации, это и в большей степени, на мой взгляд, даже инклюзивную культуру, которая разделяется всеми, вот эту самую духовную инклюзивную культуру, потому что это не то, что нужно и можно купить за деньги. Потому что материальная культура, ну, ее бесплатно, как без денег не сделаешь физически. За того, чтобы сделать пандус, нужно заплатить строителям и так далее, да. Вот, а есть, конечно, волонтерские организации, которые могут на волонтерских основаниях или на основе бартера это сделать, да, какого-то, но, тем не менее, так сказать, полностью уповать на это совершенно нереально. Хотя, может, кое-что-то и сделать это и таким образом, да. Инклюзивная культура, которая духовная, она, вот она здесь, у нас у всех в головах, она подразумевает ценность инклюзии следующей. Ценность человека не зависит, на самом деле, от его способностей и достижений. Каждый человек способен чувствовать и думать. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. Все люди нуждаются друг в друге. Подлинное образование может исцелиться только в контексте реальных взаимоотношений различных субъектов и людей разных. Все люди нуждаются в дружбе и в поддержке, ну и так далее. Все вы вот эти ценности видите. И все, на самом деле, имеют право на равный доступ к качественному образованию. Технологическая цепочка формирования инклюзивной культуры выглядит следующим образом. Приобретение знаний по инклюзивной культуре и вообще по инклюзии. Формирование ценностного отношения. Получение опыта совместной деятельности с людьми, с людьми, с ОВЗ. Положительное отношение к существующей действительности, к реальному факту инклюзивного образования, которое уже есть. А насчет совместной деятельности. Вот к тому, о чем говорила Юлия Александровна, я бы добавила еще волонтерскую деятельность. Волонтерскую деятельность, в которой участвуют наши обучающиеся, обычные условно здоровые или нормативно развивающиеся дети и подростки с безограниченных возможностями здоровья, которые касаются помощи ветеранам, помощи инвалидам в любой форме. И вот это то, что позволяет в том числе, про совместную деятельность речла, позволяет развивать инклюзивную культуру. Заранее причем, да. Инклюзивная культура касается, вот на самом деле, если вот теперь уже мы доходим благополучно к тому моменту, когда этот ребенок уже приходит в класс. Касается эта инклюзивная культура конкретного учащегося без ОВЗ, соответственно, учащегося с ОВЗ. То есть, когда мы говорим о инклюзивной культуре, на самом деле не надо забывать, что инклюзивная культура, эта культура касается всех участников инклюзивного процесса, про это мы забываем очень часто. Мы говорим про здоровых, мы говорим про педагогов, мы говорим про родителей здоровых учащихся, но мы не забываем о том, что это точно так же касается учащегося с ОВЗ и родителей учащегося с ОВЗ. То есть, вот имейте в виду, что там все. Класс, потому что класс – это не просто сумма учащихся, это нечто большее, это некая общность. И образовательная организация как целая, в которую входит этот класс, в которой еще большая общность. Если нормы и ценности культ образовательной организации таковы, что в них присутствует инклюзивность, вот эта инклюзивная ценность, то любой новый ребенок, приходя в этот класс, приходя в эту школу, он, скажем так, соглашается с этой, скажем, стоит перед вопросом, согласится с ценностями образовательной организации, которые она транслирует. Соответственно, поэтому ценности инклюзивной культуры образовательной организации, поэтому, собственно, это и вынесено в название. То есть, это некая такая матрешка. То есть, нужна готовность всех. Готовность – это часть образовательной культуры, это не вся инклюзивная образовательная культура, но готовность субъектов инклюзивного образовательного процесса к тому, чтобы эта деятельность образовательной осуществлялась, она касается всех. То есть, готовность ребенка с ОВЗ подразумевает умение пользоваться, овладение навыками учебной деятельности, той, которая касается, которая в том числе в обход дефекта. Родители ребенка с ОВЗ или ребенка с потенциальным ОВЗ, в том, чтобы родители готовы включаться в эту образовательную деятельность, помогать ребенку своему, помогать вписывать его в общий контекст класса и школы, соответственно. То есть, это задача абсолютно всех на самом деле. То есть, не просто педагога и не только детей обычных, не только школы, но и ребенка с ОВЗ и его, и прежде всего его родителей. Итак, готовность у нас есть технологическая, ну или знания, навыками, умениями и так далее. Сейчас, секундочку. Можно? Пять секунд. Вот. Значит, знаниями, умениями, навыками и так далее. И в том числе, вот сейчас вы занимаетесь развитием своей инклюзивной культуры. Вот, приходя на наши вебинары, приходя на наши курсы повышения квалификации, в том числе по инклюзивному образованию, да, вы занимаетесь развитием своей вот внутренней, своей персональной инклюзивной культуры. Развиваете свои навыки, свои знания, свои умения к тому, чтобы работать с этой категорией детей. Это все входит в инклюзивную культуру. Психологическая составляющая, ну, соответственно, это касается ребенка с ОВЗ, знания, умения, навыки, учебные деятельности, да. Психологическая составляющая – это вот та самая наша психологическая готовность. То, что мы можем знать, мы можем головой понимать, а психологически внутренне мы не принимаем эту ситуацию. Да, есть эта проблема. То есть на самом деле, когда мы говорим о инклюзивной культуре, мы говорим и о психологической готовности к принятию такого ребенка. Вот про психологическую подготовку заранее говорила много, сейчас уже достаточно. Я думаю, что у других слушателей, возможно, кто у нас на том конце провода, тоже есть такой опыт. Если он есть, пожалуйста, напишите, у меня есть опыт. Мы попытаемся с вами связаться, и, может быть, как-то ваш опыт транслировать тоже, если вы будете к этому готовы. Даже если этот опыт не очень удачный, как вам кажется. Естественно, без сразу удачного опыта быть, ну, мы можем не ожидать сразу удачного опыта, вот так скажем, да. И про психологическую готовность. Готовность педагога на самом деле является ключевым фактором готовности образовательной организации, готовность педагога. Потому что если педагог не готов, как педагог транслирует отношения в начальной школе, отношение детей к одноклассникам является достаточно серьезным, частично, по крайней мере, зеркалит отношения педагога. Отношение родителей, потому что мы всех слышим на кухне, да, хоть бы мы там не разговаривали, мы не думаем о том, что ребенок слышит, он слышит, он слышит, он впитывает. Поэтому отношение педагогов и отношение родителей, условно, здорового детей, к ребенку с ограниченными возможностями здоровья является фактором, влияющим на инклюзивное, на создание инклюзивной культуры, на формирование инклюзивной культуры. По сути, личностные качества педагога, такие как самообладание, равновешенность, эмоциональная устойчивость, ценностные и смысложидные ориентации, это все являются факторами развития инклюзивной культуры. То есть педагог должны, ну скажем так, мы говорим должны. И вот это то, что на самом деле не есть хорошо. Потому что для того, чтобы сказать о культуре и сказать, вы должны быть культурными. Инклюзивная культура – это не про это. Хотя, с одной стороны, мы по закону об образовании должны, а с другой стороны, инклюзивная культура – это наш внутренний выбор. Это внутреннее, так сказать, это решение организации. Это не то, что можно сделать, но по кнопке. Вот с завтрашнего дня у нас сформирована инклюзивная культура. Это и не так, это процесс. Поэтому, так сказать, то, как вы это будете развивать, то как вы будете это совершенствовать, это будет конкретно, на самом деле, скажем, длительный процесс. Это не будет прямо завтра. Итак, то есть первая подготовка – это те уроки доброответа, те методические приемы, в том числе, о которых говорила Юлия Александровна, которые наверняка есть в опыте многих других, в том числе и наших слушателей. Подготовка педагога заранее, потому что если педагог не знает, как, в любом случае, если мы чего-то не знаем, как, мы боимся. Поэтому приходите и на семинары, и задавайте вопросы, и на вебинары, и на курсы. Все, что мы можем для вас сделать, мы будем делать, все, что от нас зависит. Но для этого нужна встречная инициатива ваша, потому что взять, открыть голову, поставить туда флешку, сказать, вот так вот вам, знаете, флешки, ваша инклюзивная культура, и списать ее из завтрашнего дня – это внутренняя работа. Это наша с вами внутренняя работа. По инклюзивной культуре организации – это вопрос больше, конечно, к руководству, хотя и к каждому конкретному педагогу тоже. В период адаптации ребенка с ОВЗ в классе, вот именно тогда, когда ребенок – это критический период для формирования инклюзивной культуры каждого конкретного класса. Удастся ее сформировать и тут уже в напряжении сил, и ресурсов, и ценностей, и проверка всего того, что вы на этом этапе сделали. Вот получилось реально или все-таки больше на словах, чем и, так сказать, на бумаге, чем на деле случилось изменение ценностей внутри нас, внутри класса. Вот, собственно говоря, это тот самый период проверки. Вот здесь он самый сложный. Ну, и далее речь идет о дальнейшем обучении ребенка с ОВЗ в классе и поддержании. Это не столько развитие, сколько поддержание и развитие уже сложившейся инклюзивной культуры организации. И вот ее нельзя вот сформировать, ну, предположим, мы взяли и наконец-то ее взяли сформировать. Вот она. Ее нельзя просто сформировать и ждать, что она будет поддерживаться на том... Да. Так. Прошу прощения еще раз. Там еще одна бумага лежала. Да. Сбоку. Ох, коллеги, в общем, прошу прощения на увлечение, да? Значит, нужно поддерживать инклюзивную культуру. Это три задачи. Подготовка заранее, процессе адаптации ребенка. И это каждый раз по-новому. Если мы можем технологии вам рассказать здесь, уже рассказали кое-что, что знаем, что могли, что делали. Вот здесь это будет каждый раз по-разному. Это зависит во многом и от конкретного класса, и от конкретного педагога, и от конкретной школы, и от конкретного ребенка с ограниченными возможностями. Потому что на самом деле сформировать инклюзивную культуру, когда речь идет о ребенке с нарушениями сенсорики и опорно-двигательного аппарата, проще, чем если мы сталкиваемся с ребенком с ментальными нарушениями, с расстройствами аутистического спектра, с ЗПР, с тяжелыми нарушениями речи, с умственной отсталостью. Хотя, конечно, предполагалось, что дети с умственной отсталостью в инклюзию не пойдут, но по факту мы имеем ситуацию, когда они у нас учатся. Гораздо хуже возникает ситуация, когда дети с невидимым, вот этим видимым и невидимым ОВЗ, когда дети с невидимым ОВЗ еще и без документов в МПК. И, соответственно, при дальнейшем обучении поддержка инклюзивной культуры – это третий технологий. И, собственно говоря, мы больше пока говорили с вами про первый этап, чем про второй и про третий. Итак, важно в связи с этим, вот на втором этапе, про КМ и не про третий, а все-таки про второй, да? Готов ли родитель ребенка с ОВЗ сообщить об этом самом ОВЗ? Готов ли он сообщить об этом классу? И от этого сильно зависит то, насколько нам легко или не очень легко будет создавать эту самую инклюзивную культуру. Потому что если ребенок с видимой инвалидностью, то, в общем, сообщает нам родители или не сообщает ребенка нарушение про навигательного аппарата, который видим, и мы, в общем, и так или иначе мы это видим. То есть так или иначе у нас есть возможность сказать об особенностях, и дети с обычными, а остальные дети и родители видят особенности этого ребенка. И тут вопрос только принятия этих ценностей. А если это невидимая ситуация, то как это сделать? И как сказать, что у ребенка особенности, если родитель это не разрешает сделать? Поэтому тут важная часть инклюзивной культуры, это создание инклюзивной культуры, это работа с родителем, чтобы он нашел форму, как это сделать, как сообщить об особенностях своего ребенка. Но ему это все-таки нужно сделать для того, чтобы мы полноценную инклюзивную культуру сформировали. Ну, да, это так. Просто имейте в виду, что это может не случиться сразу. Через какое-то время. Я не уверена, что каждый родитель ребенка с ОВЗ будет готов в самом начале, на первом же родительском собрании выйти и сказать. Лучше всего для формирования инклюзивной культуры, в том числе готовности ребенка с ОВЗ к взаимодействию с условно здоровыми ровесниками, как часть инклюзивной культуры, делать подготовительные занятия, подготовительные курсы, то, что у нас подготовившки были перед началом школы, на базе школы, чтобы ребенок с ОВЗ привыкал, учился взаимодействовать с людьми, с детьми. Не только учился учебной деятельностью, но и учился взаимодействовать с обычными детьми, если у него такого опыта нет. Хотя во всех госах написано, что в инклюзию идут дети, дети, которые имеют опыт взаимодействия с условно здоровыми ровесниками, немножко по-другому написано. На самом деле, по факту, это не всегда так. Но наша задача для того, чтобы инклюзивную культуру сформировать этот опыт взаимодействия, как у здоровых должен быть опыт, так у этих должен быть опыт. Поэтому хорошо бы, чтобы он был лучше до первого класса. Не факт, что тут быть, но хорошо есть опыт. Итак, вот здесь еще есть в этой презентации правила поведения в инклюзивном сообществе. Сколько пунктов в программе ПАВГОС? Там же написано к вопросам. Я просто сейчас смотрю вопросы. По вопросу рабочих программ. Сколько пунктов должно быть в программе ПАВГОС умственной отсталости? Уважаемые коллеги, там должен быть типовая адаптированная образовательная программа. Соответственно, вот в соответствии с этой адаптированной образовательной программой и будет количество пунктов, насколько я понимаю. Да, вот наше знание о том, как делать, в том числе адаптированную образовательную программу, это тоже часть инклюзивной культуры. Вот это так. Сейчас пара правила поведения в инклюзивном сообществе. Уважаемые коллеги, вот здесь у нас много всяких правил. Их разработан фондом обнаженного сердца. Я, в общем, со ссылкой на них их вам привожу. Важно, я сейчас пощеркну то, что я считаю среди этого всего особо важно. Особенно важно, на мой взгляд, не выделять ребенка с ОВЗ как ребенка особенного. То есть не надо, говоря с таким ребенком, говорить другим языком. Не надо говорить о нем, как родитель имеет часто свойства, и не только про них надо сказать. В присутствии ребенка говорить о ребенке в третьем лице. У родителя ребенка с ОВЗ, с этим ребенком некое мы такое, очень жесткое, да, неразделенное, но тем не менее, к ребенку с ОВЗ нужно обращаться так же, как к обычному ребенку, не меняя структуру речи. За этим, пожалуйста, следите. Обращайте внимание на это. Если ребенок в инвалидной коляске, ваша задача разговаривать с ним, ну, неудобно разговаривать сверху вниз, вот так вот, да, и чтобы ребенок смотрел вам в пупок, грубо говоря, так, или в пряжку пояса. Поэтому, если вы разговариваете с ребенком, сидящим на инвалидной коляске, найдите способ поставить ваше лицо на тот же уровень, на котором находится лицо ребенка, на лицо этого человека. Это важно. Учитывать нужно особенности речи. Если наберитесь терпения, если ребенок с ОВЗ имеет трудности с речью, научитесь понимать. Если ребенок пользуется жестовой речью, готовьтесь к тому, что общество инвалидов будет готово нас бесплатно научить жестовой речи, научить шрифту Брайля и всему тому, что может в этом случае потребоваться. Либо давайте безлипо, да, пока что, чтобы не пугаться сильно. Хорошо бы иметь переводчика, но тогда пусть родители. По факту мы сталкиваемся с тем, что родитель должен вступить в роли этого переводчика. Ориентируйтесь на то, в каком формате ребенку лучше воспринимать информацию. Если зритель, значит старайтесь опираться на зрение. Интузивная культура включает в том числе методически наполнение урока, то, насколько мы учитываем эти особые образовательные потребности ребенка. Но это все в облусах, и это все будет теперь у нас с вами в каждом конкретном вебинаре, посвященном различным категориям детей с ОВЗ. Я все-таки избегаю слова нозология, хотя в общем данном случае синонимы, потому что нозология – это медицинская категория. А ОВЗ не всегда медицинская категория. Иногда это кондигория, которая присваивается ПМПК, но которая далека от врачей. Там нет никаких заключений об инвалидности. Итак, вот здесь это все, да, это все будет прикреплено сейчас к себе. Презентация, поэтому после презентации, через некоторое время, как быстро, скажите, пожалуйста. Ну, в течение там нескольких дней, по крайней мере, точно, презентации будут прикреплены, запись будет доступна, и тогда, пожалуйста, скачайте. Я просто на всех особенностях не останавливаюсь. Дело в том, что аутизм, синдром даун и все остальное – это все-таки ДЦП. Это мы с вами… Я на самом деле сама делаю неправильно. Мы говорим «дети с ОВЗ», «дети с ДЦП», «дети с…» Это особенности развития. Поэтому нельзя говорить «человек, страдающий чем-то», аутизмом или синдромом даун, или ДЦП, или еще чем-то. Не совсем правильно, он не страдает. Он на самом деле просто так живет, и более того, он не знает, как по-другому. Поэтому мы не можем их не называть ни больными, мы можем говорить «человек с аутизмом», «ребенок с аутизмом», «ребенок с синдромом даун», «ребенок с ДЦП». Но если родители запрещают, понимаете ситуацию, может случиться, что родители запретят такие термины использовать. Договоритесь с родителем, как вы будете называть ребенка. Это важно. Методы оценки инклюзивной культуры. Вот это то самое, что я вам хотела сказать. Это все в процессе создания. И мы с вами, более того, мы приглашаем вас к созданию вот этих методов. Мы с Юлией Александровной все, что мы проводили, мы поделимся. А оценка, более того, на следующем вебинаре я вам покажу методы, которые мы опробировали для оценки инклюзивной культуры класса. Точнее, для оценки готовности, вот по-другому точнее, для оценки готовности детей обычно к принятию ребенка с ОУЗ. Вот примерно так. То есть вопрос готовности образовательной организации – это часть инклюзивной культуры, но не все. Ну, скажем так, вот на сегодня пока все, пока мы все, что хотели сказать, сказали. Задавайте свои вопросы. Вы помните прекрасно, что есть почта. Можно как-то написать? В чате мы пишем почту. Еще раз. Значит, теперь у нас два варианта. Будет кафедра PSPS, вы помните, да? Собака Майору. Теперь есть еще возможность писать. Только просьба пишет эти. Значит, вебинар по инклюзии. Вопрос. И, соответственно, есть ли вопрос, можете писать сюда. Но обязательно в теме письма укажите, что это вебинар по инклюзии. И, соответственно, вы эти вопросы адресуете, ну, например, мне. И не обязательно мне, но мне можно слать все. То есть так как я отвечаю, в принципе, за эту серию вебинаров, поэтому на мою почту можно слать. И лучше даже, если вы сделаете вот оба адреса письма. Соответственно, чтобы мы получили, так сказать, железно обязательно ни одной, ни другой почты, чтобы мы его не потеряли. Часть вопросов, на которые я смогла ответить, уже мы ответили. Часть вопросов, если на которые мы не смогли ответить, мы ответим чуть позже. Либо отметим письменно, но ни один из ваших вопросов не останется без ответа. Мы вам совершенно точно на это обещание сделаем. Другой вопрос, что на эти вопросы сразу мы не имеем ответов. Точно так же, как и вы. И поэтому будем к нашему с вами, скажем, развитию, не одновременному, не сразу возникающему, постепенному формированию нашего индивидуального и коллективного знания по тому, как работать здесь в МИСОВЗ, относиться бережно. Спасибо вам большое за внимание. Приходите на следующий вебинар. На какие-то вопросы мы ответим на следующем вебинаре, на какие-то еще позже. И присылайте, пожалуйста, свои вопросы. Мы по вашим вопросам сформируем также банк типовых вопросов, которые будут отвечены на сайте, на портале. И, опять же, адрес будет достаточно скоро вам представлен, где эти часто задаваемые вопросы будут, так сказать, где ответы будут размещены. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. До встречи на следующем вебинаре. Продолжение следует...